Переехать из города в деревню – дело непростое, но весьма полезное для души и тела, рассказывают основатели родового поселения Кузьминовка. Поместье в Шанталинском районе они строят вот уже 10 лет. Летом здесь проживает почти 60 человек. У нас особенное место в северной области, красота необычайная. Земля нас сама собрала. Столько грибов, ягод, такой красоты, сосны, лес, поля. Ну, необычайно здорово. Международный проект «Родной мир» собрал в одном зале представителей почти всех родовых поместьй Самарской области, а их у нас порядка десяти, которые выставили на ярмарке все, что производят на своей земле – хлеб, семена, экокосметику, травы, мед. Поселенцы родовых поместьй ждут принятия закона о гектаре земли, который предоставит право каждому российскому гражданину на создание своей родовой усадьбы. Почему именно один гектар? На такой площади возможно создать самовосстанавливающуюся экосистему – огород, подворье, колодец, построить дом. Все преимущества жизни на природе гости праздника могли оценить на презентации поселений. Проект поддерживает караван любви солнечных бардов. В Самару приехали музыканты из Севастополя, группа «Аура мира». Барды – это народные певцы, как мы знаем, да? То есть певцы, высшие народы и поющие для народа же. Отличие, скажем, солнечных бардов просто от бардов вообще принятых в том, что мы поем позитивные, жизнеутверждающие песни. У нас Святозар с Крыма, у нас Ира и Таня. Таня у нас с Украины, и Ира у нас с Сахалина вообще. Так что у нас такая сборная соляна. Хотя Святозар родился на Урале, а долгое время жил в Крыму, поэтому мы себя называем «Сборная Руси». Караван бардовской любви продолжит свое путешествие по городам России, поддерживая международный проект «Родной мир» и развитие родовых усадеб. По неофициальным данным, сегодня в России уже существует более 200 населенных пунктов поселений, состоящих из родовых поместей. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События.